Одно из производств республики, которое даже во время пандемии не прекращало работу, предприятие по производству молока «Чебмилк» в Чебоксарском районе. Там реализуется крупный инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса в перспективе возведения шести коровников и увеличения дойного стада до 3600 голов. Такого типа холдинг – наглядный пример современного производства. За три года здесь построили два коровника на 1200 голов. Телятник, комбикормовый завод и силосохранилище. Главное, к чему стремились и продолжают стремиться – улучшить генетику коров, тем самым подняв их продуктивность. В прошлом году здесь заработал первый в Чувашии эмбрионный центр. Сейчас в хозяйстве семь телят, родившихся при помощи искусственного оплодотворения. Специалисты намерены придать центру статус межрегионального. Сегодня у нас тоже создана группа специалистов, которая занимается этой темой. Мы сами получаем эмбрионы из высокопродуктивных коров и сами их пересаживаем в тех коров, которые являются рецепиентами и суррогатными матерями. Данная тема позволяет нам от одной высокопродуктивной коровы получить в год по нескольку телят. Несколько – это может быть до 30 телят можно получить от одной высокопродуктивной коровы. Чебомилк занимает первое место в Чебоксарском районе и второе место в Чувашии по валовому производству молока. Работы много. К концу августа здесь построят площадку для проведения выставки племенных животных Приволжского федерального округа. Уже начато строительство третьего коровника на 600 голов и доильно-молочного блока на 72 места. Завершить планируют к октябрю этого года. В этом году в бюджете заложено 3 миллиарда 300 миллионов рублей на поддержку всех аграриев. Из них большая доля, конечно, идет на поддержку проектов животноводства. С этого года у нас при строительстве таких животноводческих комплексов возмещается с федерального бюджета 25% и плюс 15% добавляется с регионального бюджета. Но если предприятие на общем режиме налогоблажения, плюс еще НДС возмещается. Также выплачиваются субсидии на содержание племь животных, также на покупку племь животных. Поддержать аграриев попросил правительство страны Владимир Путин на одном из последних совещаний. Производство очень высокотехнологичное, причем по всем процессам, то есть сама организация полного производственного цикла. Здесь применены абсолютно новейшие технологии, причем технологии замкнутые. То, о чем говорил КАКС-президент, то есть то, что отбирается тепло от нормальной жизнедеятельности коровы, отбирается тепло молока, который производит корову. Потом это используется для дальнейшего технологического обеспечения нормального производственного процесса. Более всего, конечно, произвело впечатление деятельность лаборатории, для продукции, где применяются совершенно современные эмбриональные технологии, которые позволяют резко повысить продуктивность стада. Мы тоже здесь должны подумать и выработать план совместных действий именно с этим предприятием, с тем, чтобы расширить возможности лаборатории, с тем, чтобы эти возможности, которые здесь уже реализованы, использованы не только для деятельности этого предприятия, а для всех остальных, всех остальных производителей. На достигнутом Чебамилк останавливаться не собирается. Здесь планируют возвести шесть коровников и увеличить поголовье до иного стада до 3600 голов. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика.